Радио НВ, Иван Яковин, продолжаем разговор. Я в первой части начал рассказывать о том, что у Китая есть свой интерес, почему китайцы сейчас проявляют очень активную позицию на мировой арене, пытаясь урегулировать вот эту войну. Дело в том, что китайцы хотят, главным образом, спасти свою собственную экономику. Без завершения войны проблема у мировой экономики, скорее всего, будет продолжена, и на фоне общего спада китайцев ждут очень-очень тяжелое время, потому что спад экономически в Китае, скорее всего, уже идет по разным косвенным признакам, таким как потребление электроэнергии и объемы перевозки товаров по железной дороге. Уже речь идет о том, что там начался точно спад промышленного производства и, скорее всего, спад экономики в целом. Для Си Цзиньпиня, китайского руководителя, это, конечно, очень опасно, потому что на Западе, если правительство плохое, не справляется со своей работой, граждане идут на выборы и голосуют за какую-то другую партию, за новое какое-то правительство. В Китае, естественно, это невозможно, в Китае всем управляет одна-единственная компартия, поэтому смена правительства, это может происходить только одним путем, революционным и, вероятнее всего, с расстрелом, массовыми расстрелами всего действующего начальства. Как вы понимаете, действующему начальству такой поворот событий не очень нравится, Си Цзиньпин не хочет, чтобы его расстреливали, у него совсем другие планы, поэтому я уверен, что он не будет в пух и прах ссориться со странами Запада, которые и обеспечивают значительный поток денег в китайскую экономику. Хотя иногда проскальзывает информация о том, что китайцы нет-нет, додумают о возможности предоставления какой-то помощи Российской Федерации и, соответственно, военной помощи Российской Федерации и, соответственно, о том, чтобы испортить отношения с США, в частности, и с Западом в целом. Смотрите, совсем недавно Энтони Блинкен, госсекретарь США, говорил о том, что китайцы вполне возможно планируют отправлять какие-то вооружения в Российскую Федерацию, сейчас вот еще немецкий журнал Der Spiegel написал, что российские военные сейчас ведут переговоры с китайскими производителями беспилотников, компания называется Sian Bingo Intelligent Aviation Technology. Также хотят у этой компании купить россияне дроны-камикадзе, очень похожие на иранские шахеды, дроны эти называются ZT-180, несут от 35 до 50 килограмм взрывчатки, ну, по сути, вот эти такие же шахеды, только китайского производства. И вроде бы они уже там договорились, что китайцы изготовят, испытают и отправят в Россию 100 прототипов вот этих беспилотников, и произойдет это уже к апрелю 23-го года. Если это правда, вообще может ли такое, давайте сначала так, может ли такое произойти, могут ли китайцы сделать эти беспилотники и отправить их в Россию? Конечно, может, Китай достаточно развитая промышленность и электроника достаточно развитая, сделать такие несложные дроны-камикадзе они могут, это без проблем. Но китайцы должны понимать, что в этом случае вслед за Ираном последуют туда же, где находится Иран в смысле санкций. Для экономики Ирана, который под санкциями живет уже 40 лет, это, в общем, ну, как бы неприятно, но терпимо. У них вся экономика изначально, современная экономика выстраивалась с расчетом на санкции. У Китая такого преимущества, если это можно назвать преимуществом, конечно, нет. Китайская экономика полностью на 100% интегрирована в мировую. Она в огромной степени зависит от экспорта. Если Китай обрубит экспорт, Китай, я не знаю, что происходит, ничего хорошего точно не произойдет. Для китайской экономики это будет как удар ногой в живот, это будет самоубийство для китайской экономики. Пойдет ли товарищ Си Цзиньпинь на самоубийство своей китайской экономики ради некоторых военных успехов Владимира Путина? Кстати, в эти успехи Владимира Путина, давайте честно уже говорить, не верит никто, включая, по-моему, уже и самого Владимира Путина. По крайней мере, когда он зачитывал недавно послание к федеральному собранию, он так и не объяснил, каким способом он собирается побеждать в этой войне. То есть то, что он собирается продолжать, мы поняли, окей. А вот как он собирается в ней побеждать, он сам не знает. И уж китайцы, я думаю, не хуже Путина понимают, что победить он не сможет. Поэтому смысл помогать Владимиру Путину, продлевать его, так сказать, влочить его существование во главе России, покуда она будет воевать, в общем, для китайцев смысла не. Потому что, знаете, Владимир Путин в своем этом послании к федеральному собранию сказал одну вещь, важную вещь, на мой взгляд. Он сказал, дорогие россияне, готовьтесь к тому, что война это навсегда. Потому что если эта война заканчивается, я, как президент, перестаю существовать. Меня скинут, меня либо посадят, либо меня отправят в тюрьму, либо вообще к стенке. Я ни того, ни другого не хочу, поэтому я прекрасно понимаю, что покуда идет война, я буду оставаться во власти. Поэтому война будет бесконечной. И готовьтесь жить в условиях войны теперь всегда. То есть главная задача Путина во время этого послания была нормализация войны. То есть сделать так, чтобы все люди поняли, что война теперь будет вечно. Что вся российская экономика, вся российская политическая система должна теперь перестроиться на войны лад и жить в условиях войны. И он сказал, ну война, ну подумаешь, ничего такого страшного, но война себе и война. Китайцев, для китайцев бесконечная война неприемлема. Как я чуть выше сказал, они понимают, что эта война гробит стабильность на мировых рынках и тем самым она гробит китайскую экономику. Без китайской экономики не будет счастья и китайской политической элите. Поэтому Хи Цзиньпинь, я думаю, вряд ли пойдет на самоубийство своей экономики. Но спасти своего вассала, свою шестерку по имени Владимир Путин, он, конечно, очень-очень хочет. Почему? Потому что если не спасет, в противном случае в Российской Федерации вместо Путина может прийти какой-нибудь условный новый Ельцин, который оторвет Россию от Китая, попытается интегрировать ее в западный мир, станет союзником с Соединенным Штатом и так далее. А это для Китая неприемлемо, поскольку Российская Федерация является для него источником дешевых, почти бесплатных ресурсов и надежным, достаточно сильным вассалом, вооруженным к тому же ядерным оружием. Чтобы не ссориться с Западом, с одной стороны, чтобы не потерять Владимира Путина, с другой стороны, Хи Цзиньпинь и затеял вот этот мирный план. Он хочет, с одной стороны, дать Западу то, что хочет Запад, то есть прогнать российские войска с украинской территории, с другой стороны, он хочет оставить себе Владимира Путина во главе Российской Федерации и сделать этого Владимира Путина максимально лояльным, максимально послушным, максимально подотчетным и контролируемым Китаем. То есть сделать Владимира Путина уже не просто вассалом, а прямо вот раба своего во главе Российской Федерации. Вот это план, собственно, Китая. Мне кажется, вот именно такую цель преследует китайское руководство, выкатив вот эту мирную инициативу, о которой сегодня все говорят. В России, кстати, эту мирную инициативу уже назвали, этот план назвали так называемый мирный план. То есть не понравился он, не понравился он министру иностранных дел Лаврова, по крайней мере. Почему не понравился? Да все потому же, из-за того, что китайский план предполагает в первом пункте уважение территориальной целостности всех стран, включая Украину. А Путин, кстати говоря, совсем недавно отменил свои собственные указы какого-то 12-го, что ли, года или 11-го года об уважении территориальной целостности, о добрососедстве, о построении взаимовыгодных отношений со всеми соседними государствами. То есть Путин теперь не собирается ничью территориальную целостность уважать, а в китайском плане именно это и записано. Поэтому, на мой взгляд, будет неплохо, если Украина скажет, да, давайте поговорим, только если вот это все серьезно, если исполняется первый пункт, и если россияне убирают свои войска с нашей территории. Путин скажет нет, ну и в этот момент, я думаю, можно будет и Китай перетащить на украинскую сторону, скажет, ну вот видите, ну ваш вассал не слушается вас же, кабенится, хочет получить все, а сил у него на это нет, и вас отказывается ваши приказы выполнять. Этот Путин вообще, надо сказать, совсем уже от рук отбился, не слушается никого. Давайте найдем нового Путина, более покладистого Путина, а этого выбросим. Вот такая инициатива может быть, мне кажется, у всего мирового сообщества. И в этом смысле, конечно, было бы совсем неплохо привлечь Китай на свою сторону. Вот что у меня есть сказать по поводу, собственно, всей этой китайской инициативы. Еще один сюжет, который сейчас развивается, это Приднестровье. Неожиданное Приднестровье, год про него никто не вспоминал. В самом начале вот этого большого вторжения, помните, было много слухов, там какие-то беспилотники летали, еще что-то такое происходило. Но тогда на это особо никто внимания не обращал. А сейчас вот Приднестровье снова начинает появляться в лентах новостных агентств. И у меня тут, знаете, с одной стороны, кстати, я видел, есть какие-то сообщения с российской стороны и какие-то даже украинские представители тоже эту тему комментируют. Я не хочу вдаваться в подробности, но я видел, что комментарии такие есть уже. И вот я тут думаю, смотрите, сейчас очень многие люди ждут, что украинское наступление будет в апреле-май и где-то в районе Запорожья. Ну, я миллиард уже подобного рода прогнозов видел. Может такое случиться? Я думаю, да, может. В принципе, это реально. Ну, вот представим себе ситуацию так чисто в порядке обреда, пофантазируем. Вот интересно, что случится, если перед походом к Казовскому морю вооруженные силы Украины просто ликвидируют военную базу России в Приднестровье. По согласию с молдаванами, естественно, заберут под свой контроль контроль, гигантский абсолютно склад боеприпасов. В селении, по-моему, называется Колбасно. И, кстати, могут заодно взять в плен около трех тысяч российских солдат и офицеров для обмена. На самом деле они уже такие относительно российские, эти чуваки, поскольку они являются в массе своими местными жителями, то есть там какими-то преднестровцами этими. При этом они просто получили российские паспорта ради того, чтобы обладать возможностью работать на этой российской военной базе. Воевать они никогда в жизни не собирались, им вообще плевать на это все. То есть положить жизнь за Россию, я думаю, они не согласятся и, в общем, сразу сдадутся в плен, если что-то начнется. Поэтому, смотрите, мне вот интересно, как изменится ситуация, геополитическая даже, потому что одновременно с этим, ну, по сути дела, будет уничтожен российский вот этот гнойник, анклав в Молдове, на который, кстати, Российская Федерация очень сильно полагалась в своих планах захвата Украины. Вот год назад, помните, публиковалось огромное количество российских карт с красными стрелочками, которые в разные там места направляются и сходятся. И вот одна красная стрелочка там тянулась из Крыма через Херсон и Николаев к Одессе, а навстречу ей шла другая красная стрелочка, которая тянулась к Одессе же, к северу от Одессы, из Тирасполя, из Приднестровья. Чтобы вот в этом убедиться, можете посмотреть любые карты, российские, начало февраля, точнее, начало марта 22-го года, там это навалом есть. Поэтому я думаю, что если вдруг, я это, конечно, не знаю, какие планы у военного командования и так далее, и вообще не являюсь военным экспертом, но если вдруг, если вдруг случится, неожиданность такая, и Приднестровский контингент российский сдастся в плен, и склад военного вооружения в Колбасном перейдет под контроль Украины, на мой взгляд, это был бы вот такой тот самый асимметричный ответ, который я, на самом деле, очень сильно люблю и уважаю. То есть это применение к противнику его же тактики, только возведенной в энную степень. Нет ничего приятнее, знаете, на мой взгляд, чем накормить врага его же собственным лекарством, которое он в свое время готовил для вас. И вот он такой ничего не подозревающий, оп, и начинает жрать свое же, понятно что. И мне кажется, в моей душе это всегда подобные урода картины вызывают большое ликование. Ну а в Кремле, кстати, если такая операция случится, там будет вообще просто настоящий шок. Но еще раз подчеркну, я, естественно, всего лишь фантазирую, советов не даю. Я недостаточно хорошо разбираюсь в этом вопросе. Там, конечно, все это, естественно, сто раз надо еще с молдаванами как-то согласовать. Но я вот читаю, смотрю, что пишут вот эти российские всякие представители. Есть там такой Сладков, корреспондент телеканала «Россия-1». Он вообще абсолютно фашист, нацист, ненавидит Украину всей души. Так он пишет, что обязательно надо, чтобы сейчас вышел в телевизор, залез Владимир Путин и объявил во всеуслышание, что если Украина зайдет своими войсками на территорию Приднестровья, то в этом случае Россия применяет ядерное оружие. То есть вот до такой степени, потому что он говорит, если Украина получит контроль над складами в Колбасной, то украинской армии боеприпасов хватит на два или три года войны. То есть там реально какие-то супер-пупер-огромные, гигантские вот эти склады. Очень боятся они там, чтобы Украина не получила доступа к этим складам. Еще интересно выступил Диркин, военный преступник-террорист. Он сказал, цитата его, «По всей видимости, зачистка Приднестровья силами ВСУ начнется в ближайшие дни». Ну, я думаю, он преувеличивает. Но просто интересный как бы майнсет его, да, о чем они там думают. «Помешать этой зачистке вооруженные силы России не смогут от слова совсем». Он очень любит эту присказку «от слова совсем». «Шансов небольшими силами удержаться в полном окружении на узенькой полоске земли у наших военных нет никаких», пишет Гиркин. Ну, и другие военкоры российские, вот эти Z-военкоры, поддерживают соответствующую позицию, говорят, что там нужна срочно предельная жесть, нужно пообещать Киеву там чуть ли не напалмом залить всю Украину. Но в том случае, если очень они боятся, то есть они как бы, знаете, они когда считали, что Украина маленькая и беззащитная, нападать на нее им было очень весело. Им это очень нравилось. Они все говорили, что это прекрасный план, идеальная идея, вообще шикарная. И вот если почитать выступления всех этих людей в их телеграм-каналах за 24 февраля прошлого года, то они там ликуют, они отчасти аж лопаются. У них все прекрасно, замечательно. Ну, а когда Украина говорит, а мы тоже можем, вот тут у нас тут слабенький российский анклавчик есть, сразу они начинают, боже, да это фашизм, да так нельзя, да что вы творите, да это ни в коем случае. И им страшно, им очень-очень страшно. Майя Санду, президент Молдова, говорит правду, что ничего такого не будет. Она говорит, это все провокации российские, это все ерунда, не обращайте внимания на подобного рода заявления. Ну, посмотрим, посмотрим. Может быть и правда все это ерунда. Но мне кажется, что в России так прям громко кукарекают на тему эту, что возможно тут есть о чем подумать. Хотя, еще раз повторюсь, я не военный эксперт, военные эксперты лучше меня, конечно, разбираются в этих делах. Тем временем, американцы сегодня объявили о предоставлении Украине нового вам пакета помощи. В него вошли снаряды для гаубиц 155-мм, то есть самых ходовых сейчас в Украине. Туда же вошли ракеты для хаймерсов и ракеты противотанковые. А также самое интересное, на мой взгляд, дроны и оружие против дронов. Всякие радиоэлектронные штуки. Я уже много раз говорил, что война текущая, она артиллерийская. Артиллерийская, да это не только я говорил, это, собственно, те самые военные эксперты, которые лучше меня понимают, что да как, они говорили. И важнейшим элементом этой артиллерийской войны, естественно, стала разведка местности с дронов. Сейчас этот компонент становится все лучше и лучше у вооруженных сил Украины. Хотя она тоже не без сложности, дронов всегда не хватает, они очень быстро расходуются. Но, надо сказать, что американцы вроде бы сообразили, что дроны это ключевой компонент успеха. И дают именно военные дроны, которые заглушить или приземлить россиянам будет намного сложнее, чем обычные коммерческие вот эти Mavic и DJI, которые все видели такие четырех, ну, коптеры, да, с четырьмя пропеллерами. Американцы дают дроны, которые такие с крыльями, и коптеры, ну, как бы и самолеты подобные, и вертолеты подобные, и всякие другие подобные. Но самое главное у них это то, что у них очень хорошая защита от радиоэлектронных помех и всяких электронных штук. То есть, они более живучие, намного более живучие, эти дроны, они военные. Немцы тоже, кстати, свои недавно 100 дронов пообещали, тоже самолетоподобных таких небольших самолетиков, которые, кстати, еще, помимо всего прочего, абсолютно тихие. Каким-то образом немцы, ну, немцы вообще хорошие инженеры, они сумели добиться того, что их дроны, когда он летит, он практически бесшумно работает пропеллер, и его не слышно, потому что в обычных условиях солдаты противника реагируют на жужжание воздуха. То есть, они слышат, что это тарахтит в воздухе, поднимают, там дроны, и начинают по этому дрону стрелять. А если ничего не тарахтит, то они и голову не поднимают, поэтому, конечно, немецкие дроны очень хороши. В общем, с помощью этих дронов и нарастающих поставок этих дронов, я так понимаю, довольно в недалеком будущем получится все поле боя, а также, вероятнее всего, ближний тыл российской армии поставить под постоянное украинское наблюдение. Ну, и уже тогда, когда все будет как на ладони, когда все будет хорошо видно, туда уже будут бить и Хаймерсы, и М-777, и прочие другие гаубицы, поток которых в Украину, кстати, не прекращается, а только нарастает. Западные страны сейчас наращивают и производство боеприпасов, и стволов для артиллерии, то есть, в этом смысле все как бы хорошо идет, это прям приятная новость об этом читать. То есть, ну, и вообще, надо сказать, западный военно-промышленный комплекс – это система. Система всегда сильнее, чем какого-то бессистемной, если против нее кто-то бессистемно выступает. Ну, представьте, сколько дронов способно этих коптеров протащить тайными какими-то тропами через казахстанскую границу российские контрабандисты. Ну, какое-то количество, там, несколько сотен они, конечно, протащат. Ну, а сколько способно произвести и поставить в Украину американская промышленность? Это просто несопоставимые цифры. Бороться против такой машины, как американские и шире западные ВПК, ну, просто нереально. Россия проиграет эту войну, как бы она ни старалась. Тем более, что война это сейчас, чем дальше, тем больше становится войной на истощение. Зимнее наступление, широко разрекламированное россиянами, провалилось. Они сумели захватить Солидар, ряд населенных пунктов вокруг Бахмута. Но сам Бахмут, который 10 раз летом брали, 10 раз осенью брали, к Новому году, и вот сейчас к посланию Владимира Путина его брали, брали, в кавычках брали, естественно. Все он никак не взят, и он находится под полным контролем украинской армии. Я не знаю, сколько он еще продержится, но он уже очень долго продержался и стоил российской армии гигантских потерь. Сейчас, вот когда начинает такое перетягивание каната, вот это позиционное, у России точно шансов нет. Американцы, ну смотрите, просто вот возьмем так, поставки БМП, да, боевых машин пехоты. То есть тех штук, в которых катаются солдаты по полю боя, теоретически, и из этих штук они отстреливаются. Так вот, американцы отправляют в Украину БМП Брэдли, шведы там какие-то CV-90, ультрасовременные, с лазерным наведением, с приборами ночного видения, с кондиционерами, с обогревателями, с такими приборами, с такими системами защиты, сякими, чего хочешь там только нет, потому что какие-то компьютеры на колесах бронированные и вообще нереальное что-то, просто космос технологии, да. Они танки уничтожают, эти Брэдли на гигантских расстояниях, когда танки его даже еще не видят, этот Брэдли. Это вот с украинской стороны будет. Россия, в свою очередь, снимает с хранения со складов БТР-50П, такие девайсы, которые, я посмотрел, они поступили в производство в Советском Союзе в 1952 году. Им 71 год. Они начали производиться в тот же самый год, когда Путин родился. Вот Путину сейчас 71 год. Это вот по БМП и БТР, да, вот такая разница. Шведы сейчас присылают в Украину свои гаубицы-арчеры, которые бьют аж там на 60 километров. Они круче, чем любая американская гаубица. Это оружие на уровне Хаймерса, может, и покруче. Россия, тем временем, снимает с хранения гаубица Д-10, которые пошли в серию в 1943 году. То есть этим гаубицам уже 80 лет. В результате потери российской армии из-за этого всего очень быстро растут. Они уже превысили афганские по подтвержденным только данным. То есть вот по тем убитым имя, фамилию, которых удалось подтвердить, и у которых есть могила. Их уже более 15 тысяч. По неподтвержденным данным, этих убитых в России уже в 10 раз больше. Ну и начинается там гигантская просто драка внутрироссийского правительства. Они начинают выяснять, кто из них больше виноват в том, что война проигрывается. Шойгу с Герасимовым выступают за Министерство обороны. Они мочат Пригожина и его ЧВК. Пригожин и его ЧВК гонят на Шойгу и на Герасимова и на ряд губернаторов российских. При этом они застрелили Игоря, по-моему, Мангушева из ЛНР. Дружок Мангушева из ЛНР по кличке Мурс начал наезжать на ЧВК и заодно на Герасимова наезжать, а заодно он еще и наехал на Гиркина. Гиркин, представляющий ФСБ, естественно, покрывает говном и Шойгу, и Герасимова, и ЧВК, а заодно еще и на Мурза этого наехал. Тут же Ходоковский выскочил, это бывший какой-то, по-моему, СБУшник, который переметнулся и теперь работает за ДНР, выступает. И этот ДНР ведь начал там наезжать на Пригожина в поддержку Министерства обороны. И, в общем, все они друг на друга наезжают, все друг друга ругают. Вот Гиркин называет, кстати, этого Ходоковского предателем, Пригожин называет предателем Шойгу, Шойгу называют предателем всех остальных. В общем, у них там такая, знаете, серпентария единомышленников, все это выглядит очень печально для российской армии. Вы знаете, Гиркин при этом рассказывает, что Газпром создает частные армии, Кадыров сидит в Дубае вообще, он не приезжает даже в Россию, и вывел свои войска с фронта, он там свои войска копит на тот случай, когда Российская Федерация начнет распадаться. Ну и еще одна история интересная, это эпидемия просто отказов воевать. Сейчас пишут очень многие российские обозреватели, что с фронта снимаются целые роты, целые взводы военнослужащих, избегают сегодня, например, в Ростовской области, ищут пятерых чуваков с автоматами, которые сбежали там из какой-то очередной ЧВК. Так что вот такая вот история. Ну и при этом Хаймерсы, удары не прекращаются, каждый день у Российской армии уничтожаются штабы и опорные пункты. Вот с такими результатами мы подошли к годовщине начала полномасштабного вторжения Российской армии. Как мне кажется, следующий год, если он придет, мы уже будем встречать без войны, и я думаю, что Украина победит на тот момент. На этой оптимистической ноте у меня сегодня все. Меня зовут Иван Яковин, да пребудет с вами сила, и пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ, ось тут.